210-ю годовщину Бородинской битвы отмечают в России в 2022-м. Во всех музеях проходят памятные торжества, где вспоминают героев былых сражений. Ребята из оборонно-спортивного клуба «Боратник» тоже побывали в историко-мемориальном комплексе, откуда привезли свои впечатления. В Бородинском музее очень крутые экспозиции. Там и флаги, и форма, и оружие. На уроке мужества от Бородина до наших дней, что проходил в историко-культурном центре, были представлены уникальные экспонаты, которые привезли из экспедиции на места битв времен Великой Отечественной войны. Первое, что впечатляет, это все, что собрали за эти годы. Это реальные экспедиции вашего возраста дети. Живут в лесу, в полях, в палатках. Мы формируем эти бригады, команды, группы. Учащимся из Видновской школы номер один рассказали о самых интересных экспонатах, что представлены на импровизированной выставке. Особое внимание ребят привлекли реальные штандарты и мундиры полков, что участвовали в Бородинской битве. Подача материала должна быть правильной, исторически верной, но и с подтверждением артефактов, форма, убедительный рассказ, подтверждением его историческими справками и так далее. То есть у нас все для этого есть. Прабабушка Александра Оселелова участвовала в Великой Отечественной войне. Многое рассказывала о тех временах. И у мальчика уже сложилось свое впечатление о том, что такое мужество. Это когда мужчины идут добровольно, допустим, воевать, защищать свою родину и не давать мирных жителей в обиды. Такие уроки для школьников будут проводиться в течение всего года. На каждом расскажут об удивительной судьбе героев и познакомят с неизвестными страницами главных сражений военной летописи России. Галина Житко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.